Ты одеваешь трусы, смотришь в зеркало и думаешь, куда все пропало? Всем привет, дорогие друзья! Ну что, цирк уехал, клоуны остались. И я еду к своему другу. Буду каждый раз, наверное, представлять всех своих друзей, потому что люди появляются на канале и многие не знают их. Я еду к своему другу, который практически живет со мной на одной улице, к Андрею Захарову. У него есть кличка. Многие, кстати, кличку эту почему-то не очень любят, потому что это кличка, ну как не кличка, прозвище. Кличка все-таки, наверное, у собак бывает, да, у животных. Гопник. Я каждый раз объясняю, что на самом деле это не я придумал, и никто из подписчиков. Это он сам себя так называет. А почему он себя так называет? Потому что у него такой стиль одежды, гопнический. Вот, хотя, конечно, по внешнему виду он больше смахивает на какого-то... Да не смахивает, он и есть супермодель по-американски. Да, он реально на самом деле модель, можно сказать, международного класса, международного уровня. А мне вот негде припарковаться. Вот это вот сейчас тоже будет международный уровень. Какая-то яма есть, если я в яму взял. Не провалиться бы сейчас. Вот. Поэтому я еду к нему в гости, как всегда, рассказать какую-нибудь интересную историю. Ай-ай-ай-ай-ай, сейчас-сейчас-сейчас. У него всегда много интересных историй, с ним приключаются, чем он занимается. Сейчас будет интересная тема. Чем сейчас он стал увлекаться. Да, короче, все, я приехал, пойдемте, что тут бла-бла-бла рассказываем, я лучше вам все покажу. И какой у него потрясающий кот. Сейчас тоже вас с ним познакомлю. Я говорю, трусы, что ли, не одели? Модель международного класса. А это Даша, знакомьтесь. Вот этот маленький, рыжий. Что, наружу? Сейчас убежим. Сейчас тебе убегу. Иди. Быстро. Даша. Даша, знакомьтесь, кто не знает. Даша, как называется тот вид спорта, который ты... Ой, это не спорт. Модель. Или это просто секс? Как правильно называется? Полидэнс. Полидэнс? Полидэнс. А в простонародье... Опа! В простонародье так и называется. Полидэнс. Как? Так и называется. Полидэнс. А я сказал полидэнс. Полидэнс или полидэнс. Я тоже. Опа! Пол от слова пол? Пол от слова пилон. Полидэнс. Короче, я считаю, что это просто танец возле... Танец возле шеста, правильно? Или это так по-колхозному, да? По-колхозному. Ну, на самом деле... О, давай я сюда вставлю кусочек. Или есть какой-нибудь? Пришлешь мне, да, сейчас? Чтоб люди понимали, как ты это делаешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я считаю, что творческие личности притягиваются. Один международный и другая международная. Андрюх, ну расскажи, давай, садись, Петр Селя. Андрюхе новый бизнес. Очень интересный. Я считаю. Все до этого, все это китайская трибутня и интеллигенция, это не то. Кстати, интеллигенция у нас, смотрите. Нет, интеллигенция очень даже то. Ну, я тоже считаю, а почему забросил? Садись сюда. Нет, не забросил, я отложил пока. Почему? А трусы не интеллигенция будут называться? Нет. А как? Скажи, не буду говорить пока. А, это секрет, да? Вдруг кто-то сейчас займет имя, я еще его не занял. А-а-а, у тебя в процессе еще? В процессе я только дал модели на отшив, вот на следующей неделе должны прийти эти все образцы. Вот так вот. Молодец. Ну, я разработал две модели, и на их базе делаю первые образцы. Вчера ездил на производство. Для начала, смотри, расскажу, почему. Да, вот именно почему именно трусы. Интересно. Почему именно трусы? Мужские или же? Мужские. Потому что, слава богу, то все для женщин. Да, все для женщин. Сейчас столько всяких купальников, каких-то трусов, чего только нет для женщин. Для мужиков ничего, никто о нашем хозяйстве не заботится. И, ты знаешь... А с начесом будет сразу скажем. С начесом сделаем потом. И, ты знаешь, такая история, что я начал гуглить все, смотреть, анализировать, и нет нормального нижнего... Оно есть. Келлин Кляйн, там, Армани, да, делают нижнее белье. Дольче Габбана, но и все. То есть, фактически, независимых нормальных брендов, как таковых, нет. И плюс, эротичного белья нет. Но эротичного, я сейчас скажу, как бы, чтобы люди поняли. Сексуального, эротичного, но не стриптизерского. Не пошлого. Не пошлого, понимаешь? И что я имею в виду под эротичным? Мужики меня поймут, вот кто смотрит. Ты когда... Даже когда у тебя все нормально, и у тебя нормальный, как бы, размер там... Ну, все хорошо. Ты одеваешь... Ты одеваешь трусы, смотришь в зеркало, думаешь, куда все пропало. Реально такая проблема постоянно. Или там, знаешь, там, особенно на пляже где-то. Ты... Я там в той плавке люблю, там. Одеваешь плавки, заходишь в воду, выходишь, у тебя там просто девочка превращается, знаешь. Думаешь, плядь, куда все это делал? После душа выходишь, думаешь, вот, типа, все хорошо, знаешь. Даже горяченькая, она разогрелась там. Ну, нет. Сосиска в тесте, да, там. Это мое хорошее видео. Ты знаешь, и я подумал, почему не сделать правильную анатомическую форму трусов гульфика? Гульфик, это как бы, понятно, гульфик, это то, куда, в принципе, ты складываешь мешочек вот этот в трусах. Подожди-ка, так это не новая фишка? Не новая фишка, не новая. Я в Испании видел такое. В Испании, я тебе говорю, этих испанских брендов, их много, но они все... Как будто бы поролон какой-то там. Нет, вот поролон это пушап, когда прям конкретно подкладывается поролон. Пушап бывает мужской? Да. Я придумал, я придумал без поролона, я придумал просто анатомически правильно сделанный вот этот гульфик. Вот просто я там... Что такое гульфик? Гульфик, это вот это вот... Гульфик, это мешочек, куда ты кладешь свои хозяйства. Подожди, а если хозяйство настолько маленькое, что не влезет в гульфик? Не влезет или будет слишком болтаться там? Ну да, в смысле оно... Оно да, нет. В смысле не влезет, потому что нечего ложить в этот гульфик. Нет, вот я сделал такую форму, что, короче, в трусах в этих, ты, когда их одеваешь, у тебя просто становится в два раза больше. Какая прелесть! Какая гениальная идея! Ты прикинь? Да! И реально он становится прям, прям вот Даша, Даша... Почему, скажи, почему тебя, собственно, заботит эта так тема? Я сейчас скажу, не меня она заботит, а всех мужиков. Вот честно скажу, меня вот посмотрят, у мужиков есть такая тема, что какой бы у тебя размер не был, я не жалуюсь. Нет. Нет, Даша не жалуется. И никто никогда в моей жизни не жалуется. Но у всех мужиков, какой бы у тебя не был бы нормальный размер, тебе все время хочется больше. Это просто чисто какая-то, знаешь, хочется машину лучше, и это лучше. А это как бы... Какой есть! Да, и тут, я говорю, и не то, что хочется больше, но когда ты одеваешь трусы, хочется, чтобы оно как-то достойно подчеркивало вот это все. И я подумал, что, и я говорю, вот этих испанских брендов я посмотрел, а они какие-то все слишком, не знаю, много... То есть физиорские слишком пошлые, слишком какие-то гейские, не знаю, можно произносить слово как бы, но... А что нет? Они какие-то слишком вот... И все эти фотосессии, вся эта подача, там, знаешь, они обнимаются, какие-то они все сладкие, слишком какие-то, ну, не мужественные. Я придумал бренд, я хочу сделать именно для мужчин, чтобы мужчины могли носить как бы, в том числе и геи, как бы, я ничего против не имею, я просто имею в виду подача, чтобы она была более консервативной какой-то, классической, и чтобы... Анатомически правильный и мужской, да, и то есть я придумал концепт и все такое. И почему... Подожди, а они будут шортами или плавками? Я сделал одни шортами, а одни плавками. И что самое интересное, у меня возник вопрос, а куда заправляют достоинство, вверх или вниз? Я помню, ты делал вопрос в Инстаграме. Я делал вопрос в Инстаграме, потому что я подумал, я же хочу сделать пуш-ап, нельзя сделать такой пуш-ап, чтобы он был и вверх, и вниз. Ты либо делаешь, чтобы он вверх хорошо складывался, либо вниз. Ты понимаешь, я реально в чем прикол, что я подумал, никакая женщина не может сделать нижнее билет для мужчин, потому что она не понимает, как у нас это устроено. И когда я этот опрос проводил, мне женщина пишет, а у вас что, можно по-разному складывать? А вот да, можно, это не так. На самом деле, у женщин тоже есть свои хитрости, правильно, Таша? Есть свои хитрости. И бюстгальтер это очень сложно. Некоторые, у которых нет сисек, к примеру, одевают три бюстгальтера. Три? Бюстгальтера, да. А я видел, просто подкладывают что-то там. Саша, Наполи подсказывает. Подкладывает. Не, ну есть же вот эти какие-то маленькие, такие силиконовые штучки. А, под бюстгальтер? Ну да, я видел. Ну это типа просто место, как в бюстгальтере, если у тебя какая-то открытая спина, какая-то, или декольте очень, чтобы не было видно лямок и... А, не просто типа так поддерживают, а бюстгальтера не видно. Не, ну бывает так, что большая грудь, а она, если безливчик, она просто падает на пол. По пальцам бьет сильно. И? Ну и я понял, что, и я провел опрос. Ты что же еще напишешь? Нет, не женщина, ладно. Ну почему женщина? Женщины, мужчины. Я спросил мужчины, как бы, ребята, ну как бы, скажите, как вы, типа, как вы заправляете, как вы, ваше хозяйство, вверх или вниз? И мне было интересно, потому что я вот делаю, наверное, вверх чаще. Хотя и так, так, зависит, кстати, от белья. И мне начали, ты знаешь, так удивительно, 50... Да, я считаю, что это зависит как удобно. Лагерь зависит от анатомического строения, у кого как расположено, у кого-то выше, ниже. Да, это все, знаешь, анатомия. Маленький-то не можешь кверху-то. Ну там нечего поднимать как-то, да? А вниз обоста мостом. Я не могу вообще жить! И ты знаешь, и прикол в том, что 50 на 50 разделился лагерь мужиков. Кто-то мне пишет, ты что, только вниз, вверх, это же неудобно. И в то же время мне пишут, ты что, как можно, типа, там вверх, а только вверх, не вниз. То есть абсолютно разные мнения. И я сделал одни вверх, трусы, модель, а одну, чтобы вниз хорошо было. И одни шортики, другие вверх, 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 да. Вверх называется, да. А я, кстати, похудел, стал любить вот эти шорты, а раньше только ходил в плавках. Да. Странно, не знаю почему. И это прям интересно, и такой какой-то интерес у людей даже возьмите. А цветовая гамма какая будет? Пока я на черно-белых остановлюсь, потому что я просто объемы не потяну. То есть мне нужно хотя бы отшить такие. С резинкой? С резинкой. Я видел вчера в инстаграме на кладку разноцветные. Да. Красивые резинки. Это реально для трусов резинки или просто резинки? Разные резинки. Можно для трусов. Их используют и для спортивных вещей. Вот. Вот. Прикольно. И когда презентация? Ты знаешь, я прям планирую делать и серьезную презентацию и хочу сделать. Какое-то мероприятие. Ну, затягивать не хотим. Да. Затягивать не хотим. Но я думаю, что через месяц уже будет готово. Я надеюсь, что через месяц будет готово. То есть через неделю будут образцы такие готовы. Далее я буду проверять. Но ты уверен, что оно пойдет? Вот почему я должен пойти именно покупать у тебя трусы? Ну ты их увидишь и все варешь. Да. Да. Ты знаешь, все так говорят, но если так об этом думать, то нужно заставить людей. Не заставить, а нужно… Ну, подожди. Хорошо. Ты почему-то не заставил покупать у всех интеллигенцию? Я тебе объясню с интеллигенцией в чем проблема. Ее нужно брюки, например, какие-то там, да? Их нужно мерить. В трусах меньше проблем в этом. И это только интернет. То есть трусы можно продать по интернету. Просто заказы называть доставкой на дом. И нужна такая примерка. То есть размер S, M, L, они все совпадают. С брюками сложнее, например. Я же сделал брюки, они у меня есть. Ты не показывал еще? Рубашки, брюки я сделал. Это сложно. Нужен шоу-рум, нужен магазин, нужен продавец. Ну это все очень заморочено, понимаешь? И мода модой. А трусы люди будут носить всегда. И они нужны. И мода в том плане, что зима наступила, все, но в брюках особо не походишь. А у нас холодное время часто. И нужно постоянно какие-то тенденции соблюдать. Нужно в этом модном мире реально жить и подстраиваться под эти тенденции. В трусах такого нет. И нет как такового сезонности. Понимаешь? Лето, зима, неважно. Трусы нужны всегда. Да, трусы нужны всегда. И хорошие трусы такие. Мы их уже там продумали. Как-то назовем трусы для свиданий. Не, на самом деле они для жизни. Но просто... Сделай еще красные. Красные трусы. На Новый год. Красные, хорошо. Рождественские трусики. Такая вот идея. Мы же ее воплощаем. Посмотрим. Мне очень нравится. И в принципе хороший фидбэк от людей. Люди ждут. В любом случае нельзя. Ну, я верю в нее. Я не уверен на 100%. Но я верю. Если делать все правильно и как мы запланировали, мы уже СММщика наняли. Вчера с таргетологом встречались. Остановочка это кто? Сошел медиа маркетинг. Который продвигает это все дело? Который, да, занимается продвижением Инстаграм. То есть все вот это вот. И мы вчера придумывали разные маркетинговые там, как бы рекламные штучки, как это прикольно подать, на какую аудиторию целевую рассчитывать. То есть это все мы очень серьезно продумаем. Потому что создать качественный крутой продукт и бренд сейчас в это время не так важно. Сейчас, главное, когда у тебя есть крутой бренд, но никто о нем не знает. Спасибо за кепочку. Максу вот такую привез из Лондона. Редкость. Я когда-то увидел, сразу подумал, что это ты. Даже когда я тебе еще не писал. Когда ты мне еще не писал, подумал, о, прям Максов. Лондон и Париж. И поэтому, да, неважно, какой у вас есть крутой продукт, но если о нем никто не знает, смысла в нем нет никакого. Поэтому нужно, чтобы о нем узнали. Чтобы о нем узнали, нужно подключать Инстаграм и все средства использовать именно диджитал маркетинга и вот то, что сейчас, в принципе, движет и двигает продукт. Короче, позовешь на презентацию, да? Да, ну с удовольствием. Так как у меня 80% женщин будут делать подарки своим мужчинам. Конечно, я думаю, что больше 50% это будет по женщинам. Подожди, а ценовая политика уже известна? Ценовая политика, сейчас не буду говорить, сколько стоит. Нельзя это делать. Сейчас почему? Потому что нужно сначала у людей вызвать потребность в этом продукте. То есть его нужно... Ну смотри, я бы в H&M купил 3 трусов за 1300. Ну вот ты покупай в H&M. Это неплохое качество, я хочу сказать. Да нет, не в этом дело, не в этом дело. Разные есть трусы, разные цены. Ну вот в среднем в интернете, если посмотреть средние мужские трусы, которые стоят полторы-две тысячи рублей. Одни? Да. Это что, какие именно? Ну, какой-нибудь H&M. Это именно, ну, как бы, настоящие, не именно на рынке. Ну, сейчас, знаешь, что проблемы во всяких H&M и Dolce & Gabbana... То есть примерно будет так стоить? Думаю, примерно так, да. Ну, ну, как подарочек. Да, ну что такое, на самом деле, для полторы-две тысячи рублей, для человека, который нормально... Для Москвы еще, а для регионов? Ну, для регионов. На них рассчитывать, примерно, дешевле будет, ты, конечно, можешь. Да, но мы сделаем так, что, типа, когда три пары покупаешь дешевле, то есть одну пару покупать дороже. Ну, то есть, тогда, как всегда, в упаковке... Недельку. Понятно. Расскажи, где ты был, последнее время, какие занимался, какой работой. Сейчас. Давай чай попьем. А, да? Все напьем. Перерывчик. Перерывчик. Так. Ты прям тут, смотри, ты все разложил. Эсочка, эмочка, прям. Это Даша. Боже, да. Наконец-то женщина в доме появилась. Да. Действительно, беспорядок был. Ну, покажи пару этих, может, людям кто-то заинтересуется. Толстого в доме футбола. Кого? Просто, ну, открою вот эту. Разверни. Поэтому, друзья-товарищи, кому надо, пожалуйста, прима. На ностальгия по папироскам прима. Сейчас, тем более, это сам холодает. 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 Очень классное качество. У меня одна женщина там пришла, купила очень много. Да? Для чего? Для себя, для сына. Да ты что? А как она тебя узнала? Мне кажется, это в моего канала. Ну, то есть, тут вот, смотри, все. Холодает. Барфук. Качество. Огонь. Цена? Как для наших уже. Сейчас со скидкой. А, ну-ка. Скидкой 20% сколько? 5 тысяч. Угу. Было 5 800. Что? Если оптом, то подешевле. Хм. И такая же белая, да? А белых осталось, на самом деле, не осталось. Вот. А, две штуки осталось всего. Что? Рыжий. 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 Ой, прям хорошо. Это он с каждым раз взглянет, не? Ну, дальше его чешут. Да? Угу. И есть такие же футболки, да? Космос. И есть белый и красный. И еще есть... А, нет уже, по-моему. Да? Носки здесь были. Носки есть. Сигаретки. Кто помнит какие были сигаретки? Космос. В общем, ссылочки, как всегда, в описании. Ой! Паразит. Опять нам прыгает. И станы покажи еще. Слушай, ну станы-то я не продаю. Да? Да, потому что я... А я не говорю, что на продажу. Просто покажи. Интеллиженция. Интеллиженция. Надо мерить их. А что, нам впервой, что ли, мерить-то? Ну, штаны гопнические, правильно? Нет. Нет? Классика прям офигенная. Да, но ты их носишь с кроссовками, а это получается как будто гопник. Да. Вот, во-первых, какие цвета, какие рубашки. Подожди, а где тут свет-то? Не, наоборот, свет дневной должен быть. Меняет, да. Вот отсюда. Нет, не видно? Видно. Смотри, какая мятная такая. Это ты прям шил уже? Да. Это типа вот... Это образцы. Ну, я помню, такой дедушка ходил всеми сторон. Ну, вот у меня же такой под дедушку. Вот. Подожди, я вижу клеточку, мне уже плохо. Это шерстяная рубашка. Вот это кайф. У-у-у-у. Это прям продается такая ткань клетчатая, да? Да. Ну, вот этот... Ну, российская ткань. Все. Все, шерстно. Это тоже. Ух ты, посмотри. Покажи. Это пиджак, получается? Это брюки. Нет. Это брюки с вот таким вот... Курткой. Как будто куртка. Куртка такая, да. Школьника. Ну, покажи пиджачок хотя бы. Или брюки. Бюки шикарные. Широкие, брат. Такие прям. Не, я просто видел какие-то черные. Это какой-то синий все-таки, да? Это темно-синий, да. Черные вот есть. Вот эти вот они. Ну, я вам хочу покажу. Почему? Они нормальные, но они не шерсти. Вот эти шерсти сделаны. Они классные. Я говорю, я просто пока отложил. Я знаешь, что я хочу? Я хочу разобраться на трусах, как работает вся система. Именно с инстаграмом, с digital маркетингом, с таргетингом. И то, что уже проще. А с этим, тут здесь нужно открывать шоу-рум. Понимаешь? Я пальто еще там. Нет, покажи пиджак хотя бы. По нему хватит. Модель какая. Это не пиджак. Пиджаки тоже. Ну, как будто курточка. А это куртка такая. Она как... Как пионерская такая, знаешь. Понял? Какой необычный стиль. Да, это как японский такой больше, знаешь, стиль. Знаешь, что мне это напоминает? Была такая военная форма, только зеленая. Ну, типа того. То есть, это я же с военных этих, как бы, вдохновлялся. Такая, на самом деле, как японская. Комна-гарсон вот они такое делают. Скажет моя мама, вот на тебя что не одень. Комна-гарсон. Тебе все идет. Вот если я такой один, это будет точно разнорабочий. Сюда, кстати, она похожа на рабочую куртку. То есть, это с этого. Вот японский дизайн. Армани делает, часто вдохновляется такой историей, как рабочий куб. Ну, все тут, она не такая подкладочка шикарная. А где это лейбл интеллигенция? Не нашивали еще, потому что это образцы, смысл. Угу. Вот рубашка. Рубашка. Рубашка, это вот сразу даже. Она ужасается. Она ужасается. Не можешь даже ничего не говорить, я уже просто вижу, что она клевая. Машка класс вообще. А мне надо ее забрать, знаешь, что? Я буду рекламировать, зато всем рассказывать, что это ты. Класс. А клетка только такая, или там бывают разные? Разноцветные есть. Ну, вот я решил синить, я вот. Красиво. Очень прикольно, наверное. Брюки. А она не колется? Ну, колется, там внутри-то все сделано так, что тут не колется, там внутри, ой, внутри вот такая подкладка идет вот отсюда, чтобы никому. Все по госту. Понятно, понятно. Молодец она, творческая личность. Ну, ищу себя, как говорится, да? По-моему, он даже хотел уже нашла, смотри, как мы его увеличили. Раш, убери, это ногу-то пропусти, ты что? Люди подумают. Подумают, что неприличное. А теперь давай покреативим, как мы должны интригующе назвать это видео, но связано с хозяйством, с кармашком. Как ты его назвал, вот этот вот загогулинг? Гульфик. Гульфик. Это реально такое название есть? Да. А ты видел, какие гульфики были в древние времена? Нет. Прям вот такие. Знаешь, как балет танцуют, у них гульфик тоже есть. А я думаю, это просто у них так много. Ха-ха-ха-ха. Нет, гульфик. Я думал, ничего, здесь все балетные какие-нибудь все одинаковые гульфики. Гульфики-то есть. Ну, надо назвать интересное видео. Например, бизнес по-русски. Бизнес на трусах. Бизнес на трусах. Открываем бизнес на трусах. Гульфик прилагайте. Ой, блин. Ну, конечно, название. Я просто не знал, что это назвать. Трусы увеличивающий член напиши. А член нельзя писать слово в названии. К сожалению. Трусы увеличивающие достоинства. Да. Ясно. Ладно, все. Заканчиваем видео. Всем спасибо. И вам спасибо. Всем пока-пока. Все ссылочки на инстаграмы. Даша, Андрея. О, нифига ты накачался, что ли? Пока ты пришел и поджимался. А, да? Хорошо. Все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok